Всем привет! Сегодня посмотрим партию моего ученика, очень короткого, очень бытого, который ему удалось достаточно быстро победить в защите Алехина. Такой самобытный дебют, тем не менее, белым нужно знать, как играть. Е4, конь Ф6, Е5, конь Д5, Д4, Д6. Ходы основные, здесь есть ход С4, здесь ход С4, есть ход конь Ф3. И в партии было сыграно сюда, ну и черные здесь сыграли С4. Ну такой достаточно агрессивный ход. Все-таки выводится фигура с ферзевого фланга, черные пока не думают о рокировке и могут где-то в вариантах прилететь. Поэтому здесь очень логично проверить черных, пойти С4 и задать вопросы черным, как бы они здесь сыграют. Ну, наверное, после хода Е6 у черных все неплохо, но если взятие на Д5 произойдет, то все-таки пешки сдвоенные не будут, поскольку взятие у черных ДЕ всегда будет. Ну, а если, например, там Х3, слон Х5, я думаю, что позиция нормальная, злобо цвета, игровая, можно. Но черные здесь ошиблись, сыграли конь Б6 и здесь можно нажать на паузу, подумать, ход белых, как бы вы сыграли. Думаем, размышляем, пока вы это делаете. Не забывайте подписываться на Телеграм, на канал на Дзене, ссылка есть в описании под этим видео. Очень много всего интересного. Ну, давайте сверяться, здесь идея очень простая, в партии ученик побил слон Х7 и сделал все абсолютно правильно. Ну, как минимум, у белых уже лишняя пешка, а черные без рокировки. Ну, и если произойдет взятие, в партии так и было, следует раззять щеконь Ж5, ну и черным совсем тоскливо. Например, король Ж8 или Е8, тогда ферзь Ж4, ну, грозит вообще-то мат ферзь Е6, ну и, в общем, ситуация тяжелая. Например, на ферзь Д7 могу аккуратненько отработать ферзь Ф3 и грозит здесь удар, здесь удар. В общем, проблемы несовместимы в жизни. Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.